Послание к Ефесянам, глава пятая. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сыновопротивление. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Поэтому сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, Назидая самих себя псалмами, и словословиями, и песнопениями духовными, Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, Повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющими пятна или порока, Или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, Но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от полноты его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, И прилепит к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как само себя, А жена добоится своего мужа.